Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить сырники. Сырники готовятся очень просто, но все-таки у каждой хозяйки есть свой рецепт. Сегодня я поделюсь с вами своим вариантом. Для приготовления сырников я взяла полкилограмма творога. Также мне понадобится 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 2 столовые ложки муки, щепотка соли и яичный желток. Если у вас творог сухой, можно использовать яйцо целиком. А если творог влажный, то можно вообще делать без яиц. В миску с творогом добавляем куриный желток, сахар, ванильный сахар, щепотку соли. Все хорошенько перемешиваем. Для этого очень хорошо подойдет вилочка. У вас должна получиться вот такая гладкая, однородная масса, без комочков. На этом этапе вы можете попробовать, достаточно ли вам сахара. Кому-то, если нужно послаще, можете добавить немножко сахара. И сейчас нужно добавить 2 столовые ложки муки. Достаточно вот так. И опять все тщательно перемешать. Вот такая однородная масса должна получиться. И сейчас начнем формировать наши сырники. В тарелку я насыпала муку. Здесь мы будем формировать наши сырники. И еще мне понадобится вот такая дощечка разделочная, тоже присыпанная мукой. Сюда мы будем складывать готовые сырники. И так мы набираем столовой ложкой. Вот примерно такое количество. В зависимости от того, какие сырники вы хотите сделать. Лучше их делать небольшие. Скатываем в шарик. Обваливаем его в муке. И теперь немножечко приминаем. Вот такой сырничек формируем. И складываем на дощечку. Следующий берем. Опять скатываем шарик. Обваливаем его в муке. И приминаем чуть-чуть. Вот такой небольшой, ровненький, чтобы получился. И складываем все на дощечку. Из этого количества у меня получилось 11 сырников. Теперь осталось их только поджарить. На разогретую сковородку выливаем немного растительного масла. Сюда неплохо также добавить немного топленого масла. Выкладываем сырники на небольшом расстоянии друг от друга. И жарим на среднем огне. Сырники обжарились с одной стороны. Это заняло буквально 3-4 минуты. Я их перевернула на другую сторону. И теперь жарим до готовности. Когда сырники достаточно пожарились, можете немножко двигать их по сковородке. Потому что середина сковороды всегда жарит посильнее, чем края. Поэтому можно менять местами. Так, чтобы все были одинаковые, поджарились, были румяненькие. И вот практически сырники наши готовы. Сырники перекладываем на блюдо и подаем к столу. Обычно сырники подаются сметаной. Это будет прекрасным завтраком для всей вашей семьи. А я желаю вам приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!